Добро пожаловать в волшебный мир Московских гуппий. Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Руслан и вы на канале Московских гуппий. Друзья, в этом ролике я расскажу вам об особенностях селекционной работы с гуппией «Голубая трава». Но прежде чем начать, хочу предупредить вас, что в этом повествовании будет много научной терминологии по генетике и селекции гуппий. Но генетика и селекция гуппий – это не просто хобби. В принципе, это наука, и по-другому, на пальцах как-то, ее не объяснишь. Поэтому, если вам будет непонятно значение того или иного термина, то рекомендую вам искать более подробную информацию по нему в интернете. Благо, сейчас такие возможности есть. Итак, гуппий – голубая трава. Или, как принято ее называть во всем мире, гуппий – блу-грасс, является, пожалуй, самой популярной в линейке породных линий гуппий – грасс. Эта гуппия выделяется своим ярким, с металлическим отливом голубым цветом. Такой цвет обусловлен присутствием в генотипе этой гуппи особого мутирующего гена, который называется эшенблау – азиатский синий или синий неон. Именно этот ген при гетерозигодном сочетании придает гуппе трава голубой цвет. Но на самом деле, если вы решите приобрести гуппи этой породы, вы должны быть готовы к тому, что в потомстве будете получать не только голубых рыбок, но также красных и еще так называемых синих гладких. Это связано с тем, что гуппи-голубая трава является гибридом с гетерозигодными синими и красными аллелями, потому что создается она из гуппи красной травы путем скрещивания с гуппи, имеющей мутацию эшенблу. Но давайте посмотрим, какое сочетание аллеля мы получим, если будем скрещивать между собой самцов и самок гуппи-голубая трава. На этой картинке видно, что у самца и самки голубой травы присутствует один нормальный, R большая и красный, и один измененный ген, R маленькая эшенблау. А так как олень эшенблау является аутосомно доминантным, то это значит, что когда гуппи гетерозигодна по этому аллелю, R большая, R маленькая, то вырабатывается синий и редисцентный цвет гуппи-голубая трава. Когда он гамазигоден по аллелю эшенблау, два маленьких R, то получается тусклый бесцветный фенотип, это так называемый синий и гладкий. А когда гуппи гамазигодна по нормальному аллелю, две большие R, то мы получаем гуппи красную траву. Таким образом, если вы скрещиваете между собой самцов и самок голубой травы, то вы всегда будете получать тройное расщепление по фенотипу гуппи. Примерно 50% у вас будет гуппи-голубая трава, и по 25% будет красной травы и синих гладких. Будет логично задать вопрос. А возможно ли в потомстве получить 100% голубой травы? Если да, то у каких самцов и самок нужно скрестить, чтобы получить такой результат? Отвечаем, да, возможно. Но пусть этот вопрос станет для вас домашним заданием. И надеемся, что в своих комментариях под этим роликом вы дадите правильные ответы. В принципе, будет это сделать легко, потому что мы вам дадим две подсказки к этому вопросу, и в принципе, там и вы увидите этот ответ. Первая подсказка. Посмотрите внимательно и проанализируйте эту картинку с простенькой решеткой Пенита, на которой отражены варианты взаимодействия разных родителей с нормальным красным геном и мутантом Эшеблау. В ней и кроется ответ на этот вопрос. Вторая подсказка вытекает из первой. Получить 100% потомство голубой травы возможно только при определенном подборе особых по фенотипу и генотипу самца и самки. Но знаете, что 100% потомство голубой травы вы получите только в первом поколении, F1. Во втором поколении, если вы, например, скрестите брата-сестрой, ну или возьмете из параллельной линии любую гуппи с фенотипом голубой травы, то в F2 вы вновь получите расщепление на три разных по фенотипу гуппи. Таким образом, чтобы получить 100% голубой окрас в следующем поколении, вам нужно будет снова повторить схему первого креста. И так раз за разом. Но в случае, если вас устраивает тройное расщепление, о котором я уже рассказал, то вам достаточно будет убирать из линейки особей для новых крестов синих гладких и сосредоточиться на крупных, с правильными пропорциями корпуса и плавников, крепким предхвостям и с чистым рисунком гуппи голубой травы. Если же вы пустите это дело на самотек, то с течением небольшого промежутка времени в вашей линии начнут проявляться, кроме красных и гладких синих, еще и гуппи желтые травы, мультитравы, ну и так далее. Вот формула предполагаемого генотипа гуппи голубая трава. Друзья, надеюсь, что нам удалось хоть немного рассказать вам о особенностях гуппи голубая трава, которые позволят вам более плодотворно заниматься содержанием, селекцией и разведением этой очень красивой гуппи. Добавлю, что все вышесказанное мною и приведена в этом ролике информация полностью подтверждается нашей практической работой с этой линией гуппи на нашей аквариальной. Юля занимается этой породой гуппи уже более двух лет. В заключение, хочется сказать, что создание подобного пятиминутного ролика занимает очень много времени, чтобы собрать, проанализировать и сверить полученную информацию на ее достоверность и качество. Поэтому мы с Юлей приняли решение показать еще один ролик из этой серии, в котором расскажем о гуппи Metal Head Lace, ну или как принято у нас ее назвать Черноголовка, благо он уже записан. Но в дальнейшем все подобные материалы и ролики по генетике и селекции гуппи будут публиковаться только на наших платных подписках на платформе Boosty или в группе ВКонтакте. Ссылки на эти ресурсы будут даны в описании к этому ролику. Надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к этому нашему решению. А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до новых встреч на канале Московские Гуппи. Если вам было интересно и вы хотите узнать больше о волшебном мире гуппи, рекомендуем вам посетить наш сайт moscowgupi.ru Субтитры создавал DimaTorzok